Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. В центре внимания социальные вопросы, опыт их решения другими регионами и взаимодействие субъектов Северо-Запада в выработке инициатив по совершенствованию законодательной базы. В столице Неницкого округа состоялось заседание Постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по социальной политике. На повестке дня вопросы реализации жилищных прав детей-сирот и другие не менее важные темы. Как обеспечить детей-сирот жильем? Это один из самых острых социальных вопросов, который волнует все регионы Северо-Запада. Ситуация нерадужная. Указ президента, хоть и исполняется, но слишком медленными темпами. Сегодня в Неницком округе в очереди на получение жилья стоят 203 сироты. Более ста из них уже совершеннолетние. То есть право на получение квадратных метров для них уже наступило. В 2017 году квартиры получили пока еще только шесть ребят. По словам Татьяны Бадьян, вице-спикера регионального парламента, чтобы обеспечить жильем всех детей-сирот единовременно, потребуется порядка 222 миллионов рублей. В этом году на решение этого вопроса в бюджете НАУ заложено 5 миллионов рублей. Порядка 6 миллионов выделено округу из федерального бюджета в рамках софинансирования. В других субъектах Северо-Запада аналогичная ситуация. Например, в республике Коми на эти же цели, а число детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, практически около 2000. Необходимо 1,7 миллиарда рублей. Но если мы посмотрим опять, какая сумма выделяется, она идет даже почему-то с уменьшением по сравнению с 2016 годом и составляет всего 222 миллиона. Ясно, что работать органом соцзащиты в таких условиях, конечно же, сложно. Предоставить всем детям-сиротам жилье – задача сложная и амбициозная. По словам председателя Комитета госсовета Коми по социальной политике Натальи Панчиной, выполнить в полной мере указ президента республика не сможет. В 2016 году всего 13%. То есть это 56 миллионов. Ну это очень маленькая сумма. А задача стоит глобальная, задача это государственная. И вот сегодня на парламентской ассоциации Северо-Запада Комитета по социальной политике как раз поднимается этот вопрос все-таки о передаче полномочий именно на федеральный уровень. Я думаю, что вряд ли какой субъект справится с поставленными задачами президентам. И все-таки решить вопрос с предоставлением жилья детям-сиротам регионы пытаются. Практически во всех субъектах Северо-Запада, кроме выделения жилья, детям-сиротам полагаются и ряд льгот. К примеру, в Ленинградской, Вологодской, Псковской областях и в Нинницком округе проблемы непредоставления жилья детям-сиротам пытаются решить альтернативным способом. Мы присмотрим денежную компенсацию за наем и на сегодняшний день 23 человека пользуются данной льготой. Также мы помогаем детям-сиротам, которые самостоятельно не могут оплатить коммунальные услуги, также возмещать плату за живое помещение и коммунальные услуги. Данной льготой воспользовалось 4 человека. Часть регионов Северо-Запада приобретают для детей-сирот жилье на вторичном рынке. По словам члена комитета Новгородской областной думы по социальной политике Сергея Бусурина, это дешевле, чем строить новое. Иногда дешевле купить вторичное жилье, чем строить. И есть опыт, потому что это и риски дополнительных строительства, есть и добросовестные подрядчики, которые сроки затягивают. В том числе из-за этого идет несвоение, в том числе и денежные средства. Дешевле, но не быстрее. Покупка жилья на вторичном рынке тоже имеет свои минусы. Аукционы порой затягиваются. Продать квартиру по рыночной цене захочет не каждый. Поэтому, несмотря на введенные в регионах механизмы по улучшению ситуации с предоставлением жилья детям-сиротам, будь то льготы за найм жилья или покупка вторичного, ситуация лучше не становится. Решить проблему можно только одним способом. Долю федерального участия необходимо увеличивать. К такому решению пришли участники заседания Постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по социальной политике. Совершенно правильно, что нужны федеральные субсидии. Доля федеральных субсидий должна вырасти. Ну а я сегодня предложила вообще, чтобы мы подготовили обращение к правительству, к Государственной Думе о создании государственной программы по обеспечению детей-сирот жильем. Потому что самим субъектам с этой проблемой не справятся. Более того, все дети-сироты у нас находятся на государственном обеспечении. И поэтому я очень довольна, что коллеги поддержали, что мы будем готовить вот такое обращение. Предложение об увеличении федерального софинансирования регионов в части обеспечения детей-сирот жильем было внесено в проект решений по итогам заседания. Далее оно будет вынесено на конференцию Парламентской ассоциации Северо-Запада. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Телеканал Север.